Пристройку к школе хочет возвести на собственные средства хабаровчанин. Учебное заведение единственное в микрорайоне, давно нуждается в дополнительных площадях. Пока меценат решал административные вопросы, доброе дело оказалось невозможным. На территории школы появились другие объекты. Ирина Забродина с подробностями. Вот здесь проходит граница. При строительстве дома мы зашли на территорию школьного земельного участка, которого и так не хватает. Владимир Рыбалко. Тот самый, что три года добивался безопасных подходов к школе номер 10, где учатся его дети. Пешеходные тротуары появились. А следом и спортивная площадка. Ее построил на свои деньги. Теперь в планах пристройка для школы. Готов ложиться и в это дело. Территория земельного участка школы намного больше, чем та, которая огорожена сейчас забором. Примерно еще 10 метров за забор и до самого конца. Это все территория школы. Руководство школы предварительную инициативу с пристройкой одобрило. Эта школа единственная в микрорайоне. Классы переполнены под учебную комнату. Переделали даже гардероб. Пока меценат решал вопросы с проектом и оформлением документов, квадратные метры позаимствовали для новостройки. Теперь строительство дополнительного корпуса школы мешают чужие коммуникации и подстанция. Владимир Рыбалко подсчитал, что школьный участок уже сократился на 1800 квадратных метров. Вот кабель, где просыпана эта щебень, здесь проходит силовой. Мы знаем, в чем опасность, допустим, электрического кабеля. Граница земельного участка находится за забором на самом деле. Дерево на территории школы и вот этот сарайчик тоже на территории школы. Брать вот так вот варварски, отжимать школу со всех сторон. Оттуда школа вынуждена забор переставить из-за теплотрассы. Главный инженер строительного объекта не отрицает, что коммуникации прокладывали для нового дома. Но ответственные за это совсем другие люди. Подстанцию ставил ресурсы, снабжающие организации, сети держателей. Это не наш объект. Наш объект – объект капитального строительства. У нас везде сети, везде коммуникации. Если мы так будем рассуждать, ну как тогда? Кабеля не должно быть даже с этой стороны забора. Его не должно быть. Опасность возле кабеля находится на расстоянии примерно 8 метров. Это любой электрик понимает. Об опасном соседстве и посягательстве на школьный участок Владимир Рыбалко сообщил директор учебного заведения. Руководство школы теперь уточняет границы территории. В нами создана комиссия вместе с нашим учредителем управления образования. Сейчас уточняются все документы. Мы подготовили запрос к управлению архитектуры об уточнении границ. Потому что документы официальные, которые у нас на руках, они датированы более ранним временем. Поэтому ждем от них ответы. Владимир Рыбалко ответа от департамента архитектуры ждать не стал. Написал заявление в прокуратуру, чтобы провели проверку. От планов по возведению пристройки он не собирается отказываться. Хочет, чтобы у школы наконец-то появился актовый зал и дополнительные классы. Ирина Забродина, Павел Легалин, телеканал «Губерния».